Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А это ты? Хорошо, что ты здесь. Нам как раз есть о чем поговорить. Музыка Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Глаша. Это я, Глаша. Слушай, я только что прилетел. Я же... Я ничего не знал. Я тут включаю в новостях это все. Как ты там, моя маленькая, как ты пережила все эти похороны, эти разговоры, речи. Везде тут чушь собачью. А? А ничего не было, Андрюш. Его увезли на родину, в Иркутск. И все. В похоронах никого не было. Я не разрешила. Здравствуйте. Да. Но что ж ты мне сразу-то вообще не сообщила? Я бы... Ты где сейчас? На даче. На даче? Как на даче? Почему не в Москве? Подожди, я же, как я понял, на даче как раз и... Слушай, это... Это очень плохо, что ты там одна. Я сейчас приеду. Нет. Нет? Как нет? Что значит нет? Нет, значит не приезжай. Послушай, Глаша, что происходит? Андрюш, ничего не происходит. У меня умер муж, я только что его похоронила. Понятно, Глаша, ну и... Извини, но я не виноват в том, что он помер. Ты не виноват? Никто не виноват. Это я. Да, Глаша, ну ты-то в чем можешь быть виноватым? Я. Я. ШУМАН ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Малафира Сергеевна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лафира Сергеевна, аллё! Аллё! Живы? Лафира Сергеевна! Аллё! Аллё, Вы живы, нет? Лафира! Лафира! Смотри-ка, ай-яй-яй, ах! Сам Марк Лаушин, пожалуй. Что случилось-то? Вы чего, упали, что ли? Нет. Меня ударили. Кто, кто вас ударил? Я не знаю. Сидеть можете? Тихо-тихо-тихо. Так, я сейчас водички принесу. Тихо. Сейчас посмотрю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Не надо. Мам, где? В доме никого нет, ну, часки тоже никого нет, я оттуда шел, никого там не видел. В доме нет никого. Спасибо. Сейчас. Спасибо. Я же говорю, Марк, что меня ударили. Я вышла во двор, дверь оставила открытой. А зачем вышли-то? Подышать. Я была на качелях, услышала, как дверь захлопнулась. Я побежала посмотреть, что произошло, и она, она была закрыта. Дверь открыта была? Нет, Марк, дверь была закрыта. Я попыталась заглянуть в окно. Я пошла назад, и здесь меня ударили, и я упала. А вы, Лафира Сергеевна, вчера алкоголем не злоупотребляли? Нет. Нет. А то просто дверь-то открыта, вы на крыльце валяетесь. В доме никого. Я понимаю, да. Вадим телефон. Вы зачем взяли ему телефон, Марк? Он зазвонил, я и взял. Вы зачем камеры выключили? Какие камеры? Камеры видеонаблюдения. Я не выключала. Ну, они отключены, в доме никого, кроме вас нет. Ну, я понимаю, ладно, наверное, вы хотели одна побыть, да? Чтобы вас никто не видел, не слышал. А кто вам из Иркутска звонил? Кто мне звонил? Из Иркутска. Мне никто не может из Иркутска звонить. У меня там никого не осталось после того, как Разлогов умер. Я не знаю. Ваш телефон. Марк, отвезите меня в Москву. Помогите мне, пожалуйста. Марк. Спасибо. Спасибо. Кофе я не предлагаю, вы же откажетесь. Вы очень любезны, спасибо. Глафира Сергеевна, у вас там… Что? На голове. Что, рога? Кровь. Кровь? Да, кровь. Ну, что вы так побледнели, Марк? Вы кровью боитесь? Нет, я подумал просто, если кровь может лучше к врачу, если вас там рано… К врача лучше не надо вызывать. Вы что хотите, чтобы завтрашние газеты написали о том, что приехавшая скорая нашла вдову Владимира Разлогова с травмой головой и его заместителя в обмороке? Я не в обмороке. Ну, это пока. Ну, что, куда вас там в Москве-то? Доставить в вашу квартиру? Нет. К Марине. К Марине Олеговне. В смысле, к бывшей жене Разлогова? Да. Да. Не надо к ней заехать. Непременно сегодня. Как скажете. Звучит музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вам всё в телефон звонят. Ария! Ария! Вера Васильевна! Я же сказала, что меня не нужно беспокоить. Нет, это бездарно. Бездарно! Может быть, просто? Может быть, удариться головой? Да, 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 да. Этот материал? Его вообще нельзя было давать. Это понятно? Или нет? Так, а мы здесь при чём? Мы здесь ни при чём, Андрей Ильич. Вы материал видели? Что вам теперь не нравится? Мне ничего не нравится. Давай, думай, что мне теперь делать с этим материалом. Интересно, думай, что с этим делать. Это проплаченный материал. Тут три полосы, чем я их перекрою? Ты что, локтей не догоняешься? Нет, объясните мне. Да? Человек помер. А мы даём его, как живого, ещё с бабой. Нормально? А? Как ты помер? Неужели никогда не настанет время, когда можно будет упиваться, достигнутой мною свободы? Упиваться, лететь ввысь, неужели... Костя, ну, ты как всегда. Что? Прости, прости. Я знаю, что не вовремя, в мыслях, в заботах. Прости, что вторгаюсь. Ты не болен? Да нет. Я здоров. Слушай, а как ты думаешь, мне нужно умирать в туфлях или без? Представь себе общий план, окно. Я сползаю, стекаю по окну. На мне длинное платье, туфли и... Нет, это будет неестественно, лучше босиком. А ты зачем пришёл? Ой, я же совсем забыл, я хотел, чтобы ты взглянула. Ой, я не люблю читать эти журналы. Там, что обо мне пишут, сравнивают с Кейт Бланш. Нет, ты посмотри. Да я не хочу ничего смотреть. У меня сейчас главная роль, и я репетирую, и не хочу читать эти бульварные стива. Ты посмотри, это же твой разлогов. Ну, хорошо, хорошо, не сердись, не твой, но ты посмотри, посмотри. Это же твой разлогов. Видишь, а журналы эти всё печатают. Ты представь себе, уважаемый человек, бизнесмен, женатый, покойный, но он же умер. А тут вот такие вещи. Слушай, какой кошмар. Кошмар какой. Бедная, бедная девочка. Какая девочка? Да жена его. Какую зовут, Клафира? Она теперь вдова. Вы пойдёте со мной, Марк? Нет. Почему? Ну, знаете, в свете последних событий я не хотел бы идти к Марине в компании с вами. Ну, подливать масло в огонь, так сказать, не желаю. Так что идите одна. Хорошо. Только полиция уже! Стойте! Остановитесь! Что происходит? Я вам говорю, остановитесь! Андрей Ильич! Андрей Ильич, мы ей говорили! Тише! Мы ей говорили! Я требую разбирательства. Я в полицию заявление напишу. Вы понимаете, что это уголовное дело? Понимаете? Подождите, второе. Руки убери! Если это подтвердится, вы просто пойдите под суд все! Вы просто споры и жулики! Это ты! Что я? Куда я вводил? Тише! Вы ведь госпожа Светозарова, правильно? Я ничего не путаю? Нет. Ваши бандиты брали у меня интервью. Особенно этот. А еще про маму мою спрашивал. Мерзавец. Подождите, ну зачем бандиты, мерзавец? Ну зачем? Это наш сотрудник. Вот познакомьтесь. Журналист. Денис Столетов. Он вор. А когда один фотографировал, другой грабил. Да? Да. Девушка, что случилось? Что вас украли? У меня украли персень. Ну он очень дорогой. Вы себе даже не представляете, насколько. И это не просто персень. Это подарок. Я прошу вас, успокойтесь и послушайте. Девушка, девушка, милая, милая. Скажите, ну почему вы все-таки решили? Мне сказали, что нужна интимная обстановка. Ну для интервью типа лучше. И фотографии, чтобы были красивые. Ну я и пригласила их в Ольков. Но туда никто никогда не заходит. Хорошо. Так, пожалуйста, в мой кабинет. И вы тоже оба. Бегом! Сапогов. Ты что, прикалываешься, что ли? Маринушка, к вам пришла эта новая, ну, вашего бывшего покойного мужа. Вас спрашивают. А что-то случилось? Бера Васильевна, кто пришел-то? Мариша, ты чего сплошилась? Так, как я выгляжу? Хорошо. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что я к вам приехала так внезапно, без приглашения. Я понимаю, что это неприлично. Надо было позвонить хотя бы, предупредить. Ну, надеюсь, ничего страшного не случилось? Нет, нет. Тогда проходите. Хорошо. Верочка вас проводит. Можно я? Да. Спасибо. Овесенку. Спасибо. Не надо этого делать. Хорошо. Зачем она пришла? Иди, это неприлично. Иди, иди, я подожду. Иди. Можно чаю? Пожалуйста. Марина Олеговна, распорядиться я подам. А может, вы отобедаете с нами? Кстати, вы читали журнал? Здесь написано про вашего мужа. Может быть, вам будет интересно. Нет, спасибо большое. Наверное, обедать я не буду. И я просто хотела сказать вам пару слов наедине. Чей подавать? И я пойду, потому что я не очень хорошо себя чувствую. Марина, я не хотела. Я не хотела. Так. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что я тоже как-то начинаю волноваться. Хорошо. Хорошо. Слушай, Марина, вы видели Владимира в тот день, когда он умер? Нет. Мне важно знать. Нет. Зачем вам это знать? Вы что, решили закатить мне сцену ревности, так сказать, посмертно? Нет, нет. Ревность вообще ни при чем. Я просто хотела знать, как он провел свой последний день. А зачем вам это? Хорошо, я скажу, мы с ним не встречались. Собственно, я никогда не искала с ним встречи. С тех пор, как мы расстались, он для меня перестал существовать. Я проснулась в один день и как-то поняла, что я жила с неинтересным человеком. Ну, абсолютно. Он просто пустой, как пятак. Он даже не блестит. Просто плотный и все. Ни тонкий, ни какой. И при этом вы жили на его деньги. Откуда вы знаете? Марин, я знаю, что он давал вам деньги. Я знаю, сколько он вам давал. Единственный вопрос, за что он вам платил так много. Это не ваше дело. Вы явились оскорблять меня? Нет, нет, простите. Я вообще не про это. Я не хотела вас обидеть. Я не хотела вас оскорбить. Я хотела спросить, почему? Что почему? Почему он платил вам так много? Ладно, действительно не мое. Просто мне звонил Дремов, это наш юрист. Вернее, юрист Разлоговый. Сказал, что... Не важно, что он сказал. Я просто вспомнила в связи с этим, что Разлогов переводил вам деньги каждый месяц 10-го числа. Как раз сегодня. И? И вопрос в том, что завещание. Завещание еще не оглашено. Распоряжения, конечно, никаких нет. Вы понимаете, да? И я хочу, чтобы все было сейчас так, как при жизни Разлогова. А значит, я вам переведу деньги со своего счета сегодня. Простите, я в ваших деньгах не нуждаюсь. Спасибо. Марин, вы издеваетесь? Откуда у меня свои деньги? За деньги Разлогово. Если честно, я не очень хорошо себя чувствую. Я просто никак не могу отойти от того, что произошло. Ох! Только не врите, что вы его любите и переживаете. Я актриса, очень хорошо чувствую фальшь. Я вам не верю, дорогая. Но вы не должны мне верить, Марина. Достаточно того, что мы обе верим в то, что его убили. Я пойду. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Так. Значит, Альков. Да, да, Альков. У меня там перстень был. Он еще в такой коробочке лежал. Они вы сперли. Ну, я так просто это не оставлю. Я в полицию пойду. Олеся. Олеся, да? А что такое этот ваш Альков? Ну, это у меня в доме такой бадуар. Но я никому не разрешаю туда заходить. Та же горничной. Там помещение отдельное. Альков, бадуар. Может, у вас там и сейф? Да нет у меня никакого сейфа. Ну, там просто перстень лежал в коробочке. Они вы сперли. Ну, кроме них никто не мог. Я даже его ни разу не надела. Только на эту съемку дурацкую. Так, давайте разберемся. Сапогов, ты видел коробочку? Я снимал, чего я там мог видеть. Я тоже коробочку не видел. Андрей Ильич, мы не брали. Дэн, зачем вы с сапогом подстроились в этот бадуар? Ну, что, в бадуаре необходимо было. Да это я попросил. Там красиво, кадр хороший. Там освещение нам подходило. Я так понял, что последний раз этот перстень вы видели во время съемки? Я его сняла и положила в коробочку. Ну, после первого лука. Ну, а на втором... Ну, пошли в гостиную с камином, правильно? Да. Да, и никто из нас не возвращался в бадуар. Я сегодня обнаружила, что его там нет. Полезло и нет. Но кроме этих двух никто не мог взять. Надеюсь, ну, может, ну, кто-нибудь закатился там. Ну, поискать же нужно. Андрей Ильич, мы не брали, честное слово. А ваш этот бадуар запирался вообще на замок? Еще на какой? Ну, я там и пыль стираю сама, и убираюсь сама. Убираю. Правильно говорить не я убираюсь, а я убираю. Это... Алло. Да. Прохоров? Да, я. А кто это? Мне известно, что именно вы убили Владимира Разлугова. Что? Обдумайте эту информацию. Я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молчание. Постойте вы. Вас еще куда-нибудь отвезти? Глафира Сергеевна. Да. Отвезите меня в Арсенофьевский переулок. К Андрею Прохорову. Вы знаете где-то? Знаю. Поехали. Разлугов. Как ты с ним не жил? Что ты имеешь в виду? Ну, это странно. Место странное. Квартира. Это старуха. Это женщина. Мне кажется, они невыносимые. Глаш, может, хватит? Это просто у тебя не было Динки. Это потому, что у тебя не было нашего чудовища. Потому, что если у тебя был Димка, он бы тебя защитил. Слышь, Димка, о тебе и речь идет. Он ее любил очень. Он ее любил. Такое бывает. Никогда не слышали об этом. Но она же врет. Что она врет? Марина врет. Слушайте, что вы фантазируете? Что за бред? Врет. Вот вы знали разлугу, больше того, вы с ним дружили. Как бы вы могли его охарактеризовать? Марк. Марк. Ладно, я вам помогу. Могли бы вы сказать, что Разлогов человек блестящий? Послушайте, прекратите, пожалуйста, фантазировать и выдумывать, Глафира Сергеевна. Разлогов был блестящий человек. Это же Разлогов. Это же Разлогов. Где? Да вот, Разлогов. Но этого не может быть. Да вы... Этого вообще просто не может быть. Да вы что... Посмотрите это. Да вы что... Да я веду машину. Нет, ну посмотрите это... В аварию попадем. Этого не может быть. Этого не может быть. Марк. Этого просто не может быть. Этого не может быть. Марк. Я ничего не понимаю. Вот теперь я точно ничего не понимаю. Так. Чего вы психуете, а? Прекратите психовать. Я сейчас позвоню Варваре, нашей секретарше, и попрошу ее узнать, что за материал и откуда он. Хотя, наверное, это... бессмысленно, потому что журнал-то, если можно так выразиться, ваш личный. Вы не понимаете. Вы просто не пони... А зачем вы ко мне приехали сегодня на дачу? Володя, Володя. Володя! 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Волошин? Волошин, у тебя две недели. Я тебя предупреждал. Две недели, но я вот еще максимум, ну, три недели. Ну, это вот край вообще. Наведи, наведи за это время на производных порядок. Ну, что это такое? Завод в Оренбурге-то буксует. Вот разломов до такого абсурда бы, ну, вот не довел бы никогда. Ну, в противном случае у нас договора же, ну, ты понимаешь, ну, контракты, что же делать-то, а? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Дайте ему, чтобы ждал моего звонка. Вам понятно? Конечно, я вас соединю, да. Ну и хорошо. Да? Сын Ольга, привет, милый, как ты там? Хорошо, мам, не начинай только, пожалуйста, прошу. Марик, послушай, я тебя прошу, ну, признаки надвигающей депрессии у тебя. Ну, пожалуйста, ну, возьми себя в руки, возьми путевочку. Хочешь, я тебе ее куплю? Ну, поезжай, отдохни, милый. Мама, ну какой, ну какой подлечись, мам. Разлога вы нет, документы пропали, заводы вот-вот встанут, премьер недоволен, у меня на все про все две недели. Ну, какой подлечись, ну что ты говоришь? Все, я прошу тебя, прости, пожалуйста, не могу говорить, все. Поехали. Андрей? 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 Шуточка. Ты все сидишь? А чего так поздно-то? У меня срочная работа, я ее доделываю. Ну класс, срочная работа у нее, когда шеф и так уже ноги кинул, а ты на него ломаешься. Или на другого. Вадим, я не люблю таких выражений, это неуважительно. Подумаешь. Варя, а Варя, а откуда ты знаешь, куда пальцами тыкать? Ну ты же не видишь, куда тычешь? Вадим, ты мне мешаешь Варя, а Варя, а почему ты мне никогда кофе не предлагаешь? Ты вот всем предлагаешь, а мне никогда Если ты хочешь кофе, ты можешь сделать его себе сам Варя, а Варя, а давай я тебя домой отвезу Спасибо, Вадим, но мне нужно для Волошина доделать кое-что А он тебе сверхурочные платит, это твой Волошин-то Не твое дело, кстати, который час? До полодиннадцатого уже Это провал Сами, пожалуйста Варя, а Варя? Ну вы просто гений, правда Потому что, как вы сегодня смогли сыграть эту любовь к сыну? Я же знаю, что у вас нет ребенка Как? А ненависть? Марина, а ненависть? Ее сложнее играть или проще? Ненависть сложнее, гораздо В ненависть играть взрывоопасно Потому что Ненависть нельзя носить в себе, как любовь И когда ты достаешь из себя ненависть Ты как будто ковыряешься в собственной ране Это неприятно Но бывает ведь и холодная ненависть Оля, а вы когда-нибудь ненавидели? Вот так холодно Я? Да А вы рассердились? Благодарю Спокойным мужем Владимиром Разлоговым Вы с ним общаетесь? Мариночка, я вас умоляю Вы прекрасно понимаете, что я не говорю на эту тему Я прекрасно понимаю Но вы понимаете, что у нас очень интеллигентный журнал Но главный редактор Марина Хорошо, что вы хотите услышать? У нас прекрасные, ровные, дружеские отношения были до его смерти Вы его любили? Да, я его очень любила когда-то А у вас? Конечно Когда-то я его любила, и он меня очень сильно любил Он был очень богатый человек Нет, Олечка, он был очень бедный Потому что мы вышли замуж по любви Разбогател он гораздо позже Просто ходили слухи, что именно Разлогов спонсировал ваши постановки И мне показалось, что, наверное, это серьезная потеря в вашей жизни после его смерти Оля Да? Я не нуждаюсь в спонсорстве Есть еще вопрос А почему вы разошлись? Почему я разошлась? Вот на это я точно отвечу не буду Вам нравится его вторая жена? Очень прекрасная девушка, мы практически подруги Вы сильный человек Ну, я ненавижу слабых Вы о Разлогове? Нет, почему о Разлогове? Просто не люблю слабаков А вы жестоки Почему? Я справедливая, мы живем один раз Чего бояться-то в этой жизни? Ну, да У вас есть еще вопросы? Пожалуй, нет Спасибо, было очень приятно С вами пообщаться До свидания Спасибо А вам ледь На собственном столе такой бардак развел А вот теперь умер И кто, интересно, это будет разгребать? Странно, очень странно Чего странно? Да не открывается почему-то Чего у тебя там не открывается-то? Ну-ка, дай-ка я попробую Варя, ну отойди, дай, я открою Да он не подходит У тебя фонарик есть? Откуда у меня фонарик, Вадим? Ну, может, там чего застряло? Там не могло ничего застрять К сейфу, кроме меня, Владимира Александровича не подходил никто Да и к тому же он все время с собой ключ носил А этот ключ тот? Конечно, тот ключ Ключ был один И Разлогов все время пытался его потерять Говорил, если ключ пропадет, придется взрывать сейф Да все бестолк, он вообще туда не лезет Да я понимаю, что не лезет, но делать-то что? Да домой ехать А утречком доложь Волошину Ну, а он все и решит Бумаги мне до утра с собой таскать, да? Они что, секретные что ли какие? Вадим, я не знаю, но мне нужно их убрать в сейф Ну вот утром и уберешь Он все равно сейчас не открывается Поедем, а Варя? Марк Анатольевич, извините, что так поздно Да, Варвара, что случилось? Дело в том, что у меня сейф не открывается Что значит не открывается? Что с ним? Такое ощущение, что ключ не подходит Попробуйте еще раз Да, да, я пробовала несколько раз Варвара, одиннадцать часов вечера Можно меня не беспокоить по всякой ерунде? А что мне с бумагами делать? Положите их к себе в сейф Может быть вы подъедете, я могу воздаждаться? Почему я должна справлять ваши ошибки за вас? Но ведь ты же инженер А это что за работа? Секретарша Чай будешь подавать? Бутерброды резать? И буду А какие еще услуги будет оказывать моя дочь? Что? Человек с высшим образованием Пап, я с этим образованием никому не нужна В ней я не пойду, я там умру Ты мне сам говорила, что там богодельная Это лучше, лучше, чем... чем бардель Папа, пап, не волнуйся, я далеко пойду Ты еще увидишь? Варя, разберитесь, пожалуйста, с этим самостоятельно Хорошо, да Надеюсь на вас Извините Ты что, хочешь, чтобы он тебя здесь до утра с этими бумагами оставил? Марк Анатольевич, а что мне с бумагами делать? Тебе домой что ли не надо? Надо Ну так и поехали Он что велел тебе с бумагами сделать? Побрать их в мой сайф, который в приемной Вот Давай, забирай их Убирай и поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Прохоров Прохоров Продажная это душонка Но ты Тоже мне Говорил же Встречайся с кем хочешь А на курорты с любовницами Вот черт, блин Сейчас посмотрю Чего там? Да колесо, сейчас быстро поменяем Мне выйти? Нет, только сиди тихо В смысле тихо? Не прыгай! Да я и так не прыгаю Ты куда? Давай-ка лезь обратно Смотри какой дожди наплевать Лезь! Да мне нехорошо что-то Да нехорошо тебе Есть надо Потому что Лезь обратно Давай Еще с вами пальто Наедилась Тоже, блин Нашим Так климать Бог тебе не положит Он, пожалуйста Приехал среди ночи Он что тебе сказал Что приедет Когда ты звонила? Я ему звонила Он сказал Что все в порядке Завтра приедет Алло Мне известно, что именно вы убили Владимира Жаковова Известно за что и каким способом Он длежит обдумать эту информацию Я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молчание Варя, ну что опять? Марк Анатольевич, извините, что так поздно Мне только что позвонил человек Он не представился И что? Он сказал, что Разлогову убили Субтитры сделал DimaTorzok Глаш Иди сюда, только тихо Давай, только тихонечко Тссс Посмотри Сейчас ее мать придет Она где-то рядом Нравится? Да Волшебство Да Невозможно оторваться Прямо Невозможно оторваться Волшебство Сидел в эту пресс-конференцию В офис не поехал, не могу, не хочу уже Хочу просто пить кофе И шляться по Москве Вот дело Из-за твоей кошки все в шерсти Так, девочки, вы тут не ссоритесь без меня? Я ненавижу кошек Она тебя, между прочим, очень любит Так, это что? Скажи, ты специально этот журнал достала, чтобы нервы себе портить? А зачем ты это поставил? А зачем ты это поставил? Прости Ты прекрасно знаешь, что мы с Разлоговым заключили некое соглашение И поэтому соглашение Прости, извини, пожалуйста Мы с Разлоговым, это что-то новенькое для меня Так, хватит цепляться к словам Хорошо, Разлогов и я Ага, ага Мы пытались друг друга щадить Так И ему вовсе не нужна слава такого рода Я тебя понимаю, понимаю Ты со мной вместе, Андрей И ты все о мне знаешь И все равно вот эта гадость Выходит у тебя в журнале Паша Я тебя люблю И ты это знаешь Да А вот он Ему было наплевать Всегда наплевать На все и на всех Да За свои труды Достаточно вознаграждена Как нравственно Так и материально Я хочу выпить, господа Заслужители искусства Нет Я хочу Я предлагаю выпить, господа Заслужители искусства Заслужители искусства Заслужители искусства ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да-да. Марк Анатольевич, забыл вам утром документы отдать. Вот. А вам не темно читать? Может быть, вам кофе сделать? Нет, спасибо. Ничего не хотите мне сказать? Нет, нет, ничего. Я могу идти? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Это ты мне подсунул этот журнал. Боже, что со мной? Что с тобой, нормальная истерика? Обычная? Нет, у меня не бывает истерика. Ну, поздравляю. Значит, с сегодняшнего дня у тебя первый раз. Можешь загадывать желание. Выкини его. Выкину. 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 Хочешь, вместе выкину? Давай вдвоем. Это разумное решение. Вот все прям правильно. Здравая мысль. Давай вместе. Открываем. Глаша. Глаша. Ну, мы же собрались его выкидывать. Ну, давай, давай. Глаша. Все. Вот здесь самое место. Все. Вот тут. Все. Нету. Туда и дорога. Прекрасно. Все, отпустила? Да. Полегчало? Полегчало. Прошло? Прошло. Воню. Голова тебе не прошла. Мне там шишка. А, шишка. Ну, хорошо. Заживет. А ты знаешь, вот одна вещь, раз уж на то пошло. Одна вещь меня настораживает и даже обижает. Вот я не понимаю, что ты так завелась из-за этой... Как ее? Из-за этой девицы, скажем так. Что тебе до нее? Вот ты... Он тебе что? Он был каким-то твоим, не знаю, любящим мужем или заботливым мужем? Может быть, он был верным мужем? Не, на мой, нет. Любимым не был, но был мужем. Знаешь, мне обидно. Так, ладно. Ну да, 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 ладно, хорошо, хорошо. Да, извини, все, забыли, ладно. Проехали. Ты мне лучше скажи, ты давно гуляла по Москве? М? Просто ходила по улицам. Вообще давно не гуляла, мне кажется, никогда не гуляла. Вот. Поздравляю тебя. Сегодня ты будешь первый раз гулять по Москве с кавалером. Можешь загадывать желание. Отлично просто. Да, это на счастье. Все? Да. Хорошо. Давай сделаем так, ты сейчас пойдешь переоденешься. А зачем? Мы же просто идем гулять по улице, мы же не будем туда заходить. Тогда я сейчас соберусь, а ты пойдешь, посмотришь в интернете, что там про Оксимир, потому что я сейчас совсем выпал из жизни. Слушай, можно я хоть сейчас без интернета обойдусь? Да что там смотреть? Я тебе и так скажу. Там все встало. Но Разлогов умер, завод встал, город встал, вообще все. Хорошо. Андрей, а ты можешь просто выйти из кухни? Мне надо побыть одной буквально минуту. Пожалуйста. Да, хорошо. Если только ты тут не будешь безобразничать без меня. И с холодильника ничего там не будешь есть, запрещенного. И виски мой не выпьешь. У меня здесь вот отмечено прям риск, уровень, да? Я через две минуты вернусь. Класс! Класс! Марина Олеговна, это я, я, я. Всё. Марк, ты! Ночь, так поздно ты ходишь. Зачем? Я сейчас сдавала интервью, у меня машина здесь рядом. Можно тебя провожу? Проводи. Какой ты царебонный. Только не говорите, что вы были на спектакле. Был. Только, пожалуйста, не говорите, что я гениально играла, потому что я играла ужасно. Особенно последняя сцена, это вообще. Не буду, хорошо. Скажи, Разлогов при смерти встречался с тобой? А почему вы мне всё время задаёте эти вопросы? Вот объясни мне, почему? Почему приходит эта, как её зовут, Фёдор, Федора… Глафира. Глафира. И тоже спрашивает об этом. Ты не можешь мне это сказать? А когда она тебе спрашивает? Это не важно, когда она меня спрашивает. Всё-таки это был мой муж. Всё-таки я его любила. Да. И мне кажется, что он меня тоже любил. И я не хочу говорить на эту тему. Я не понимаю, почему вы не можете оставить меня в покое? Да, да. Мне это тяжело слушать, понимаешь? Прости меня, пожалуйста. И ты знаешь, он никого, кроме тебя, и не любил. Собственно говоря, я… Прости меня. Ты тебя расстроил? Прости. Дело-то пустяшное. Мне-то там бумаги одни нужны, очень важные. Понимаешь? И я никак не могу их найти. А какие бумаги? Ну, очень важные. Я подумал, может, он… Может, он тебе их как-то на хранение отдал. Мне бумаги? Нет, ну ты в своём уме. Ты можешь себе представить, чтобы Разлогов не оставлял какие-то бумаги когда-либо? Ну да. Наверное, я действительно с ума сошёл. И да, очень жаль, ты моей последней надеждой была. Но раз их у тебя нет, то… Послушай, Марк, он умер для меня давно. Как мы с ним расстались, так он именно тогда и умер. Мне всё равно, Марк. Правда, когда ты говоришь о нём, или я когда о нём думаю, мне тяжело. Ну… Андрей, не обижайся, но мне действительно нужно домой. Нет, я не понимаю. Не понимаю. Тебе уже один раз дали по голове? Угу. Дали. Ты хочешь ещё, что ли? И потом чего туда ехать? Там же нет никого. Даже собаки нет. Потому что её отравили или гребили. Ну, а если ещё кто-то решит нагрянуть туда? Не нагрянет. Да откуда ты знаешь? Ну, а как ты собираешься здесь спать? Я вообще не представляю, как здесь можно жить. Нормально здесь можно жить. Включи свет везде. Воду включи телевизор. Всё будет хорошо. Андрей. Глаш. Посмотри, пожалуйста, там кто-то есть. Что ты видишь, Глаш? Посмотри, пожалуйста. Да там нет никого. Там нет никого. Нет, есть, я видела. Пойди проверь. Здесь? Да. Тут никого нет. Там никого нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК У тебя галлюцинации. Послушай, Глаша, если тебе везде мерещатся привидения, поехали лучше в Москву. Ну, покатались и хватит. Нет, я останусь. Этоimana? ЗВОНОК correlations СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот. Хорошо. Было очень здорово. Красиво. Могу сказать, очень достойная речь. Спасибо. Тимофей Ильич. Да. Послушайте, так не может быть. Надо спасать дельфинов. Гуаш, а что с ними? Здесь же совершенно нет места. Они плавают по кругу, как смертники. Это хуже, чем в тюрьме. Дельфины не виноваты. Я подумаю, что можно сделать. Гуаш, ты что, сумасшедшая? Помоги мне. Прямо сейчас. М? Боже. Как же так получилось-то, а? Что ты отдал моего дельфинчику? Или их всегда было два? Ага. Оказывается… И если ты точно знаешь, что ничего нельзя сделать, то можно ничего не делать. Но самое главное, не знать, что ничего нельзя сделать. И поэтому можно сделать. Всё. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Да. Примерь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Класс. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Просто я увидела очень похоже И подумала, что это подделка Подделка? Невозможно, сеньора Мой лавор, не можно подделка Как так смастерить? Я только может так Сеньора, поверьте, так подделать Нет никак То есть вы хотите сказать, что кольцо было одно? Сеньоро, эксклюзиво Я заказывал такой бриллиант один Ждали долго, мольто долго Все эксклюзиво, сеньора Не обижаешь меня, перке Спасибо, сеньороси, ареведачи Ареведачи, сеньора Кто там? Кто там? Глафира Сергеевна, меня зовут Ольга Красинченко, я корреспондент Я не даю интервью Вы не польник, Глафира Сергеевна Умоляю, можно мне войти? Да не надо меня умолять Одна секунда, один короткий вопрос Это связано не с кончиной вашего супруга А исключительно с его бывшей женой При чем здесь, Марина? Я делаю о ней материалы, мне нужно задать вам один вопрос Малюсенький, крохотный вопрос Глафира Сергеевна, умоляю вас Проходите на территорию, там будет дверь Спасибо Еще раз здравствуйте Здравствуйте, я здесь поставлю Только по существу можно? Да, конечно Когда-то говорили, что именно Владимир Разлогов Оплачивал некоторые постановки, в которых играла Марина Вы что-нибудь об этом знали? Нет А он давал деньги бывшей жене? Если ей давал, то меня в известность не ставил А ребенок? Какой ребенок? Марина, ребенок, который умер Как она пережила, бедняжка Разлогов вспоминал о ребенке? Нет, не вспоминал Ну да, да, конечно Но у мужчины они вообще другие Они чувствовать не могут Глафира Сергеевна, простите меня еще раз, пожалуйста Но вы поймите, так тяжело Со звездами общаться, ей-богу Марина Олеговна, она другая Она настоящая А иногда бывает какая-то мелочь, тля А строит из себя английскую королеву Ну, бывает Бывает А у меня с племянником недавно жуткая история произошла С такой вот тлей Поехал брать интервью, а у нее бриллиант пропал Она его чуть в краже не обвинила Он тоже журналист А где он работает? В журнале, день сегодняшний Как зовут? Денис Денис А девушка, у которой бриллиант пропал, Олесия Светозарова Да А вы откуда знаете? Я немного просто знакома с главным редактором Глафира Сергеевна Так вы скажите ему, что Денис не брал Но он не мог, правда, ей-богу, не мог Не переживайте Не переживайте Нашлось кольцо, поэтому ваш мальчик действительно ничего не брал Спасибо вам большое Я вам так благодарна А вы откуда знаете? Я молчу Спасибо Спасибо большое Спасибо, до свидания Спасибо, до свидания Субтитры Андреонечка Привет Как я с тобой заскучилась А ты что, пьешь? Коньяк А, нальешь мне? Ой, Журечка, Маленькая, Журечка, мой хороший Журечка, ты же скучилась, наш папка противный, да, везде на работе моя зайка, а Журечка скучает, ну почему наш папка такая бука, а? Почему она такая бука? Мало того, что целую неделю здесь чужую тетку держал, так еще и бука. Олеся, какого черта ты приперлась ко мне в редакцию, как истеричка, но устроила весь этот цирк, м? Че? Ну так это ж когда было-то? Какая разница, когда было, что я тебе что сказал? Что я тебе сказал, Дев? Я тебе сказал сидеть дома, тихо, чтоб тебя видно не было. Хорошо. Королечка. Ладно, где кольцо, скажи мне? Дрюнь, ну ты чего? Где кольцо? Ну так я же до тебя тогда и прибежала, что да, кольцо пропало. Что ты мне таки дакать, хватит чусюкаться, скажи нормально, где кольцо? Ну Дрюнь, ну ты чего? Ну я же тебе уже говорила, ну я объясняю, ну что, они приехали, ну я им фотки все отдала, ну и ту, которая на пляже, которую ты дал, тоже отдала. Я понял, я видел, как в наборе, да. В каком наборе? Неважно. Так, и что дальше? Да хватит, хватит. Дальше что было? Ну, ну что, ну, они приехали. Так. Блин, ну Дрюнь, ну я тебе уже тысячу раз рассказывала, ну серьезно, ну... Дура, дура, идиотка! Где я теперь его буду искать? У кого это кольцо? И самое главное, что этот кто-то с ним будет делать? Носить? Ну, или в скупку сдать? А ты понимаешь, что это кольцо нигде не должно было всплыть? Что оно должно было быть у тебя? Всегда, всегда, потому что если сейчас начнется расследование, будут задавать вопросы, ты сядешь. Вот и славно. Пропусти! Что делаете? Дай провести. Что делаете? Что, так и будешь топтаться в прихожую? Лазей уже, и где? Какие лакеи? Что делаете? Вы прислужники твои. Что делаете? А кричники? Зови их старуху гнать. Какие кричники? Здесь никого нет, я одна. Одна так одна. Да. Чего ты там? Проходи, проходи. Не мыкайся, как неродная. Мне тут вот с собой рассиживаться некогда. Мариночек подуток придет. Мне к тому времени в Москве надо быть. Так что, давай вызывай. Где ты, Зиньки-то выкатил? Давай-давай, вызывай. Вызывай, говорю. Кого? Ну, шоферов там или жандарма. Что вам от меня нужно? Не смей никогда к нам больше в дом приходить. Никогда не смей. Слышишь, и пакостить не смей. С нас довольны того, что твой покойный муж напакостил. Мне неинтересно, кто там к тебе ходит? Я тебя спрашиваю конкретно, кто к тебе приходил после фотосессии? Это понятно? Не до, а после. Ну? Володечка приходил. Точно Володечка был, слышишь? Он еще потом, беденький, так неожиданно умер. Да. А ты ему кольцо не показывала? Я тебе задал вопрос. Я не помню. Что? Я не помню. А-а-а. Не помню. Ну, правда, я не помню. Ага. Я не помню, серьезно. А ты вспомни. Да или нет? Ну, кажется, да. Вера, Верочка, вы спите? Вера, сильно? Вера, он Марине никогда ни копеечки не давал. Ну, я точно знаю, сколько он ей давал и когда он ей давал. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Как инвалида растить знаешь? И каково это? И каково без поддержки, без помощи с утра до ночи вкалывать в поте лица? А, она артистка. Ей нельзя. Она талантливая. Вера Васильевна, кто? Кто растит инвалида? Марина, господи, как она ждала этого ребеночка. Дождаться не могла. Радовалась как. Как хотела. А пес этот твой цепной избил ее смертным боем. Вот ребеночек-то убогеньким и родился. Естественно, он тут с ней разженился, с тобой снюхался. А она этот крест одна несет. И никто никогда ей не помог. Ни кем, ни копейки, ни полушечки не дал. Эра Васильевна, у Разлокова с Марины ребенок. Эра Васильевна, у Разлокова с Марины ребенок. Он мне никогда не говорил про ребенка. Да, Господи, как тут скажешь-то? А как тут скажешь-то? Что, мол, я сам своего ребенка родного уродом сделал, сыночка. Его же сиротиночку бросил на произвол судьбы. Этого не может быть, Эра Васильевна. Этого не может быть. Этого не может быть. Это не может быть. Это неправда. Ты что, девка? Это не правда. Да ты успокойся, успокойся. Ну скажите, что это не так. Успокойся, успокойся. Подождите. Понятно, почему он ей платил. Понятно, почему так много. Нет. Нет. Господи. Разве так можно? Нет, нет, нет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Получается, он от нее откупался. Да нет, он ни копейки ей не дал. Ни одной копеечки. Ни одной, ни единой. Да замолчите вы. Тихо, тихо. Ой. Ой. Девочка, ты где? Ты чего из дома-то убежала? Топиться, что ли? О, Господи! Ну-ка! Ну-ка, быстро в дом! Ну-ка, быстро, шагом, шагом, быстро встала! Дрюнечка, миленький, как ты? Ты в порядке? Дрюнечка, ну что с тобой? Так. Допустим, Кольцо взял Разлогов. Хорошо. Приехал тут оттянуться. Отдохнуть, так сказать. Ладно. Так. Ну, вот вы с ним, значит, оттянулись. И после этого ты ему такая говоришь. А смотри, какое у меня есть колечко. Давай. Да, смотри, молчевак. Нет, Дрюн, ну ты не понимаешь. Ну, я бы ему никакие кольца-то сывать не стала бы под нос. Ну так он же меня бросать приехал. Зараза такая. Ну, так слышишь, я молому говорю, смотри, Володечка, какие мне подарочки поклонники делают. А она спрашивает, ты где, мол, так как от Санады была? А я знаешь, чем я сказала? Любимый человек подарил. Идиотина. Ну ты же мне сказал, так в интервью говорил. Говорить. Ну, любимый, мол, и дочка. Он же не знал, дурашка, что я люблю Дрюнечку и больше никого. А ты меня любишь? Я тебя ненавижу, поняла? Ты почему? Да. Слушай, слушай. СМЕХ 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 Расскажите мне, ну? Баранки гну. Чё рассказывать-то? Только душу рвать. Голубка моя очень хотела ребёнка. Так хотела, так радовалась, просто светилась вся. А потом, я не знаю, с чего у них там вышло. Только пёс этот ушёл от неё. А мы как раз дачу снимали. Я утром пошла на станцию, ну, каждое утро я ходила прикупить там хлебца, мяса, ну, молочка, малины. Ну, хорошо. И что? Подхожу к дому. Машина отъезжает. А за рулём шофёр вот с такой мордатой. Ну, я в дом пошла. А там... А там моя голубка лежит. Голова вся в крови, А живот... Господи, прости. Живот весь в ссадинах, в кровоподтёках. И рвёт её. И мотает из стороны в сторону. Говорит, муж приезжал. Господи, да что ты ко мне пристала-то? Отстанься в ресторане. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот тебе и вся Конституция родила раньше срока мальчика у Боненького. Семь лет. Какой бы сейчас парнишка мог быть, если бы не твой пёс? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И что, он часто её бил? Да есть как сказать. Я сама не видела, врать не буду. Но, видно, шибко он не хотел ребёночка, раз стал её поколачивать. Ну, и что дальше? Да чё дальше? Ребёночка в учреждение взяли, а куда же ещё? Ей же зарабатывать надо на лекарства, на содержание. А пёс этот так на мальчонку и не глянул. Господи, ведь это ж твой сын. Ты его таким сделал, твой крест, а ему всё равно. Разженился и вся недолга. И где он сейчас? Твой пёс в Диене Огненной. А Володенька в интернате для слабоумных. Маринка Голубушка часто к нему в Смоленск ездит. А вы? И чего я? Вы ездили хоть раз? Она говорит, не смей. Я сама за него в ответственности. Такая в ней силище женское. Такая душевность, такая твёрдость. И вот, поди ж ты, даже сейчас опереться не на кого. Да ещё ты тут вон вернулась души ковырять. Ладно, некогда мне с тобой разговаривать. Я вас отвезу. Чё, сама что ли? Ну, конечно. Вы одевайтесь, хорошо? Хорошо. Я сейчас документы возьму и спущусь. Ой. Да, жизнь есть жизнь. Спасибо. Да, жизнь есть жизнь. Это очень жизнь. Я не буду. Уже. Уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Пожалуйста. Смотрите, 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 смотрите. Лафат же, реально, как сволочи. Давай. Правда. А кого снимаете? Спасибо вам большое. Мы… Режиссёра Красавина Даниила. Да. Ничего себе! Самого Красавина! Давайте бегом, правда. Ну, что мы? Вера! Вера! Ой. Вера, ну я тебя зову, а ты… Да, я не сию секунду поднялась, а чё это у меня в ухах? Садись, пожалуйста. Как будто тихонько гудёт чего-то. Ничего не слышу, один гудёшь. Вот что-то вот… Вот если бы ты по ночам не шлялась, вас бы в ушах не гудело. Да ладно. Вера Васильевна, вам нужно принять ещё одну таблетку. Ой, да я уж… Нет, вам нужно принять ещё одну таблетку. Верочка, послушайте меня. Я сегодня уезжаю. Мне не хочется, чтобы вы расклеились. Я не люблю ваши старущие причуды. Я прошу вас, выпейте таблетку. Смысл лечения в регулярном принятии таблеток. Вот почему вас гудит в ушах, знаете? Нет. Или голова болит. Не понимаете? Нет. Потому что у вас повышенное давление. Ай! И вам нужно пить таблетки. Я умоляю вас, Верочка, вы нам очень нужны. И я прошу, выпейте. Ну, я вообще-то не люблю. Чёрт там, тамплиеры! Я уже взяла. Всё? Всё, Верочка. Всё. Теперь идите. Вам нужно отдохнуть. Ага. Поспеть. Идите, вы уже надоели мне. Я там вам сумочку собрала, как всегда. Ватрушечка сверху тёпленько лежит. Спасибо. Спасибо. Идите. Ну, что ещё? Что ещё? Да провожу вас, как всегда. Всю жизнь провожал. А то-то… Ира Васильевна, идите уже. Угу. Бедная девочка. За всех ты переживаешь. Обо всех беспокоишься. Мой дорогой, я сейчас уезжаю. Поэтому ты проследи за Верой. Ты сам знаешь, куда я еду. Вот таблетки. Их три штуки. Ты должен ей дать. Ты мне обещаешь, это нужно непременно. Непременно? Прослежу. Доброе утро, Варвара. Доброе утро. Ну что, сегодня об убийствах по телефону никто не сообщал? Нет, Марк Анатольевич. Кофе мне сделайте, пожалуйста. Угу. Добрый день. Здрасте. Мы корреспонденты… Ты что ждать? Вас прикажете, да? А вы опаздывать изволите? Пошли вон. Извините. Даль, приглашай гостей в дом. Сама приглашай. Ты еще раз тебе говорил, ну не нужны мне эти сволочные журналисты. Не нужны. Здравствуйте. Позвольте. Разрешите? Благодарю. Позвольте. Опаздывать нехорошо. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, прошу прощения. Вот если бы сейчас сказали, извините, я бы вас выгнал. А как вас зовут? Глафира. Скажите, пожалуйста, Глафира? Глафира. Это Денис. Да-да. Денис будет брать у вас интервью. Это Ваня Сапогов. Ваня – фотограф. А вы знаете, нам никто не нужен. Помните романс? Нам никто не нужен. Мы будем петь и смеяться, как дети. А дальше знаете как? Мы будем петь и смеяться, как дети. Да. Среди упорной борьбы и труда. А дальше? Ведь мы такими родились на свете, чтобы не сдаваться нигде никогда. А кто написал? Это Лебедев Кумач. Если я не ошибаюсь, это 1934 год. Марш веселых ребят. Только там не будем, там можем. Ну да. Мы можем. Мы будем. И будем непременно. Нет, вы не правы. В тексте по-другому. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Господи. Ведь мы такими родились на свете, чтобы не сдаваться нигде никогда. Господи, какая, какая умница. Конечно умница, сразу видно, умница. Не актёрка, нет. Актёрки, актёрки дуру. Куда только мозги деваются. Хорошо, если в талант. Позвольте. Да. Да. Чудная фотография. Давно это было. Марина. Нескарова. Любимейшая из моих учениц. Вот только жаль, что… Что? Всё ушло в талант. На жизни Господь ничего не оставил. Один сплошной талант. Ну что, мы готовы начинать? Давайте садитесь в это кресло, сделаем первый кадр в эту сторону. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Марк Анатольевич, к вам пришла Елена Степанова. Кто пришёл? Какая Елена Степанова? Вы проходите, пожалуйста, одну секундочку. Куда проходите? Что… Что происходит? Объясните, пожалуйста. Елена Степанова – это кинолог. Да что ж, какой кинолог? Она что тут, собачий клуб, что ли? Она привезла собаку Разлогова, Димку. Здрасте. Я вот не знаю, что мне с Димкой делать. Вы поймите, я бы его себе оставила. Но он так тоскует, сил моих нет. И собака очень дорогая. Содержать дорого, мне не потянуть. А как же эта собака у вас оказалась? Позвонили, попросили передержать. Ну, я приехала и забрала её. Вот и все дела. А теперь звоню-звоню, а никто не отвечает. То есть вам Глафира позвонила и попросила, чтобы приехали и забрали, да? Да. А на участке не было никого? Нет, никого не было. Димка один был. А как же вы попали на участок, если там не было никого? Так у меня живот, он ворота открывает. Мне его Володя дал, еще когда Димка маленький был. Вы говорите, что телефон Глафира не отвечает. В смысле, она трубку не берет? Выключен он. Вне зоны действия сети. Я сначала думала, что не до чего человеку. Но уж не до собаки точно. А он все вне зоны-то вне зоны. Елена, скажите, пожалуйста, а какого числа вы забрали собаку? Третьего. Третьего. Третьего Разлогов как раз умер. А собаку вы забирали днем? Утром. Около одиннадцати. Угу. Собака бы никогда никого к нему не подпустила. Ага. 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 А это Глафира вам часто звонила, да? Нет, Володя чаще звонил. Так что мне с собакой-то? Я думала, вы знаете, где Глафира и как-то с ней свяжетесь. А дайте мне, пожалуйста, и номер телефонного, который у вас есть. Я попробую ей дозвонить. Записывайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло, Глафира Сергеевна, здравствуйте. А тут до вас дозвониться не могут. Кинолог очень просит, чтобы вы приехали и забрали собаку, которую вы ей отдали. Вы что, с ума зашли? Нет. В офис приезжайте, пожалуйста. Что тут такое? По всей Москве собаку развели. Невозможно ходить. Столько людей уже искусало. Красавица. Марк, за что вы меня так ненавидите? Что я вам сделала? Да с чего вы ее взяли-то? Мне до вас вообще никакого дела нет. Пойдем, Димка. Пойдем. Пошли. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ПЕСНЯ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А теперь, милая моя, что случится? Здравствуйте! Здрасте! Здрасьте! Здрасьте! Как чудесно вы поете! Спаси Бог! Спаси Бог! Это продается все? А, продаете, продаете. Да только никто не пьет. Да не тысячу, пожалуйста. Держи. Спасибо. Я возьму шарфик у вас, хорошо? Забирай, забирай, доча. Носи на здоровицу. А глянь-ка, красиво так как, а? А шерсть-то, шерсть. Чистый каракул. Спасибо. Носи на здоровье. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Спасибо тебе. Да ладно? Ты такой молодец. Спасибо, что ты его купил. Это же не шарфик, это настоящая мечта. И потом, ну, представишь, бедняга, что она там сидит? Никто у нее ничего не покупает. Лаш, всех не спасешь. Я же не про спасение. Нет, я вообще не про это. Спасать никого не надо. Надо приободрить. Приободрить? Приободрить. Ну, смотри, тебе это вообще ничего не стоило. Тысячу рублей. А для нее столько радости. Да, я покрею. Ладошки замерзли. Приободрить, говоришь? Да. Ты чего? Ты чего? Ты чего? Странно все это гоняешь. ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО Случайно встреч. Послушай, мило, ты — альфа с амегой. Привет. — Здрасте. — Привет. Спасибо, что пришел в субботу с утра. Все такое ранняя. — Да ничего, мне не привыкать. Я часто рано встаю и работать посмотрю. Ой, я чего-то сплю. Обычно по субботам, но сейчас не получается. Давай завтракать. Потому что что-то на голодные желудок как-то разговаривать не особо. Сейчас, Елена. Можно вас? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Получилось что, Варюша, ты? Мне эта кружка разлогов подарила. Ну ладно, Варюш, ну что ты убиваешься, а? Ты чего такое ранее скачала-то? В субботу-то? Ну, еще б поспала. Сегодня что, суббота? Ну ты, Варюшка, совсем. Совсем тебе голову заморочили на этой твоей дурацкой работе. Блинчиков хочешь, я спеку, а? Ты маленькая была. Так их любила. Ну-ка. Давай-давай-давай. Ну? Папа, посиди со мной, а. Папа, посиди со мной, а. Папа, посиди со мной, а. Варюша, тебя не бойся, ты не бойся, влюбилась? Из-за этого и мерехлюндия всякий. Папа, у меня на работе проблемы, а ты влюбилась. Если ты хочешь знать, я никогда ни в кого не влюблялась и ненамеренность делась сейчас. Папа, ты чего? Папа, да нет, нет, ничего, ничего. Ну, я-то думал, что у тебя любовь нарисовалась неподходящая, но я думал, что ты там на своих верхах влюбилась в какого-нибудь негодяя, а он тебя знать не знает и знать не желает. Негодяи. Эти негодяи работают день и ночь, как папа Карло. Да не волнуйся, в негодяя я не влюбилась. Ну, да ладно. Добро были бы там люди хоть нормальные, а то ведь, ты прости, Варюша, но ведь это же нечисть всякая. И погубить хорошую девушку ничего не стоит. У них это вроде как игра такая. Папа, я для них никто. Это для тебя я самая распрекрасная, а там я просто пустое место. Мне кажется, Волошина же до сих пор не знает, как меня зовут. Тьфу. Ну, я тебе лучше. Папа, что в этом хорошего? Да. А то Вадим ко мне к клине подбивает. Киски сэ Вадим? Вадим сэ шофер. Шофера. Да. Да. Причем здесь шофера? Да ни при чем, пап. Ни при чем. Шофер твоей дочери тоже не подходит. Как-то мелко, да? Уже получается мезальянс. Получается, там волки кровожадные, тут овцы тупые и я посередине. А что случилось-то все-таки? Да ничего не случилось, пап. Разлогова убили. И Волошин так странно себя ведет, я даже не знаю, что думать. Варюш. Расскажи мне обо всем. Денис, а… Простите, а можно сразу? Я попрошу назвать меня Дэн. Так вот, Дэн. А вы помните это кольцо? Да. Оно всегда было у меня в шкатулке. Всегда. Его оттуда взяли и туда же обратно положили. Кольцо существует в единственном экземпляре, я уточняла у ювелира. Так, и что? Откуда взялись те фотографии? Я понял. Мы с Сапоговым работаем вдвоем. Я журналист, он фотограф. Мы не воруем, мы не берем чужого. Мы профессионалы, понимаете? Дэн, 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 подождите. Послушайте, я вообще сейчас не пытаюсь вас уврекнуть в какой-то нечистоплотности или в воровстве. Я вообще даже не про вот эти фотографии сейчас спрашиваю. Меня интересует конкретно вот это. Эти фотографии сделали мы, а вот этот на пляже, он из архива. Олеся, наверное, сама его дала, я не знаю. То есть, это не ваша работа? Нет. А кто принимает решение по поводу фотографий в статье? Ну, тут бывает по-разному. Бывает, что фоторедактор выбирает материал, а потом главный утверждает. Ага. Бывает так, что главный сам выбирает, утверждает и дает фоторедактору, он их ставит. А вот в этом конкретном случае как все происходило? В этом не знаю. Не знаете? Денис, Дэн, вспомните, это очень важно. Если я узнаю, откуда взялась эта фотография, очень многое станет на свои места. Ну, а что тут такого? Пляж, Олеся и ваш муж, да? Странно, как раз вся эта комбинация, понимаете? Мой муж, Владимир Разлогов, был сложный человек, но он славился тем, что всегда, всегда выполнял правила игры. Они заключались в том, что он никогда не возил своих девиц на курорты. Именно во избежание появления вот таких фотографий. А я никогда не приводила кавалеров к нам в дом. Ясно. Понятно. Что? Да все понятно. Правила игры. Очень интересно. Какое благородство, а? Он никогда не возит девиц на курорты, а она не водит кавалеров к себе домой. И не спит с ними на его кровати. Как это? Какая тонкость чувства, какие взаимоотношения? Денис, Денис, вы сейчас не о том говорите. О том мы говорим. Вы поймите, что даже со стороны предслужа даже противно. Это же ложь. Ложь, которая порождает другую ложь. Вы все время врали своему мужу, а он вам, может быть, даже верил. Скажите, вот чем вы отличаетесь от этой вот Олеси? Да ничем. Вы такая же. Просто даже хуже. А хуже, потому что вы еще и притворяетесь. Так. Вы притворялись. Вы че так завелись? Я почему завелся? Потому что вчера вы тоже притворялись. Мне Дунаевского цитили. Так. Ну, во-первых, это был Лебедев-Кумач. Да какая разница? Лебедев-Кумач. Суть в том, что когда первый раз вы хотя бы даже узнали про то, что он с какой-то девицей вам изменяет, вам надо было гнать его, прочить себя. Гнать, гнать пинками. А вы что сделали? А вы его оправдали. Он такой, знаете, честный. Это какая-то такая своенравная честь. Это малодушие. Это все деньги. Деньги, которые вас тянут. Вы такая же, как эта Олезия. А я думал, что все... Ну, я вот сейчас не знаю, зачем я буду выворачивать перед вами душу. Ну, хорошо, я скажу. Я первый раз, когда вразлогов мне изменил, я устроила скандал. Истерику. Это было отвратительно. Мне до сих пор за нее стыд. Я забирала чемодан, тащила его к двери, и говорила, все, не подходи ко мне больше никогда, никогда, потому что, потому что ты мне больше не нужен, ты мне отвратительный. Все те же самые слова, которые вы только что мне сейчас сказали. Он, знаете, что ответил? Он сказал, подожди. Подожди чуть-чуть. Уйдешь. Только в тот момент, когда встретишь мужчину своей мечты. И как встретила? Да. Не ушла? Нет. Почему? А потому что мне долгое время казалось, что разлогов и есть мужчина моей мечты. Потому что я даже сказала ему однажды об этом. И я увидела ужас в его глазах. Он сказал, что никогда в жизни не поверит больше ни одной женщине. И я не исключение. Он сказал, чтобы я не лезла к нему со своей любовью. Он сказал, что в его жизни может быть только одна единственная женщина. Но эта женщина никогда, никогда, никогда не будет с ним. Знаете, про кого он говорил? Про свою бывшую жену. Варина. Вот будет у меня машина. Повезу тебя в Ленинград. Угу. А значит, путь у нас будет такой. Ой, едем через Тверь, Торожок, Облышний Волочок, минуя Выдропушск. Ну, если почему, нужно ехать в Выдропушск, попужрать в Выдру. Потом в Великий Новгород, а там и рукой подать. Это хорошо. Хорошо, что ты умер. Все. Уеду в Париж, покупаю квартиру на улице Монтень, и гуляет по бульвару. Глафира, объясните мне, зачем тогда вы с ним жили? Ну, в чем смысл? Вы врете ему, он врет вам. Зачем? Ну, смысл в том, что никто никому не врет, Денис. Вы просто не понимаете. После того первого раза мы заключили соглашение. Правила очень простые. Мы их придерживались. Именно поэтому такой фотографии не может существовать в природе. Знаете, что такое ваше все эти правила? Это предательство. Блудное сожительство называется. Денис, я запомню. Давайте вернемся к нашему разговору. Нет, теперь уж вы меня послушайте. Я когда вчера приехал домой после нашего с вами разговора, вчерашнего, я думал, думаю, все эти девы, это, ну, это дуры, глупости какие-то. Но вот мы вчера поговорили, я решил, что вы все-таки, Клафира, другая. Что вот у вас какое-то есть нудро, которое я, по-моему, могу понять. Во-первых, не придумывайте себе ничего. Во-вторых, хватит страдать. Кто знает? Я страдаю? Я не страдаю. Я тут вообще не страдаю. Пожалуйста, помогите. Мне нужна ваша помощь. Давайте узнаем, откуда это взялось. Откуда взялась эта картинка? Денис. Я понял. Дэн. Дэн. И мне нужна ваша помощь. Хорошо. Посмотрите на меня. Помогите мне. Да, с удовольствием. Я не знаю, откуда взялась эта фотография. Узнайте. Ключ-то есть. Только он не подходит. Он один в один такой же, какой был раньше. Значит, его поменял кто-то? А как это можно, Варь? Я сама не знаю, пап. И главное-то зачем? И мне кажется, что Волошин знает что-то такое, от чего он сильно нервничает. Только что... Это уже не твоего ума дело. Ну как не моего, пап? Ну как ты не понимаешь, если у нас сначала все было очень нехорошо, а потом резко все стало очень плохо? Тарвара. Вот что. Ты... Это не твое дело. И ты туда не лезь. Этого еще не хватало, чтобы ты по молодости, да по неопытности в какую-нибудь вляпалась. Да, отличная идея, пап. Спасибо. Пусть все оно горит синим пламенем, а я пока поеду с Вадимом на каруселиках кататься. Да? Какие карусели? Какие карусели? Каким Вадимом? Пап, а чем пахнет? Ничем. Я не курю. Это не сигареты, это сковородка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Линолеум только постелили. Мама будет ругаться. Конечно, будет. Пап, ты так и будешь сидеть? А что делать? Да наплевать на линолеум. Да. Пойди, наплёй. Мама будет сердиться. Постерзится и перестанет. Варюша, а ты не думала, откуда мог взяться второй ключ? Я не знаю, пап. Он, он, он фирмы Триадот. У нас только один сейф этой компании. Значит, сейф один и ключ один. Постой, пап, конечно. Есть ещё один такой же сейф. У Разлогова на даче. Мы заказывали два сейфа. Один на работу, другой домой. Марья, это твой Волошин, волк. Он, наверное, сам как-нибудь случайно перепутал и забыл про это. Пап, ты или сумасшедший, или гений. Вдруг, это он убил Разлогово. Марья, ты мне эти штуки брось. Насмотрелась, понимаешь, дефеки его своих. А пап, ты что? Ну, ничего. Увольняйся немедленно. И чтобы завтра подала заявление об уходе. Чтобы духу там твоего больше не было. Ну, что ты так нервничаешь? Давайте у Лерьянки накапай. Накапай. Не нравится мне всё это. Понимаешь, не нравится. Все эти ключи убийства тебе по телефону угрожали? Папочка, миленький, мне никто не угрожал. Мне просто позвонили и сказали, что Разлогова убили, а он не сам умер. Варвара Евгеньевна! Евгений Васильевич! Вера Васильевна, с благополучи с этим приездом вас! Спасибо. Ваши крючки, пожалуйста. Спасибо, Васильевна. В лучшем качестве, Вера Васильевна, в лучшем качестве. Присмотрел по высшему классу. Перед розовеющим закатом я прохожу ступень ряд. 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 Катя? Перед розовеющим закатом я прохожу ступень ряд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 В то время, как жена Разлогова, то есть ты… Дэн… Входи, послушай меня, пожалуйста. В то время, как жена Разлогова, то есть ты, является его любовницей. Но отношений у них, так скажем, необязательно. Дэн, ты что ещё сделаешь? Прости, можно я это говорю? И ты от Разлогова уходить к нему, к Прохорову, не собираешься. Сплошные поражения. Как только ты всё узнаешь от своего Сапогова, сразу же звони мне. Просто сразу же. Вот моя карточка. Кафе, что это такое? Кандидат физических нагрузок? Класс, класс, Дэн. Кандидат филологических наук. Да, Суворина. А почему Суворина, а не Разлогова? Я Суворина. Я просто говорю о том, что я Разлогова, потому что это удобней. Меньше вопросов. Сам Разлогов всегда мне так представлял. Гулафира Разлогова, моя жена. Это логично. Вполне себе логично. Так, мне нужно, чтобы ты ещё позвонил в одно место. Давай прямо сейчас и позвоню. Нет, сейчас прямо не получится, потому что… Так. Ай. Я растяпа. Ладно. Номер записной книжки. Записная книжка у меня дома. Живу я не близко, поэтому тебе придётся поехать со мной. Не переживай, я тебя обратно отвезу. Ну, в общем, давай съездим и позвоним. И ты не переживай, я сам вернусь, не маленький. Хорошо? Хорошо. Кому звонить-то будем? О, сейчас, секунду. Звонить нужно одной бабусе. Бабусе? Да, бабуся и гуся. Но это не важно. Вставай, поехали. Варь. Варь, ну зачем мы сюда приехали? Поедем отсюда. А, Варь, поехали. Вадим, спасибо большое. Но ты не жди меня, ладно? Да я тебя здесь подожду. Вадим, не надо. Здрасте, Марк Анатольевич. Здрасте. Что случилось? Извините меня, я просто поняла, где может быть второй ключ. Но у нас сейф не открывается. Извините, я вижу, что я не вовремя, я… Я, конечно, не ждал гостей, но… Проходите, раз пришли. Спасибо. Марк Анатольевич, я тут подумала, что ключ, который не подходит к нашему сейфу, может быть, от того сейфа, который у Разлогова на даче. Ведь сейфа было два, и ключи от них одинаковые с надписью «Триадот». Я подумала, что их могли перепутать случайно, понимаете? А слушайте, что вам надо? Мне ничего не надо. Зачем вы приехали? Ну, как? Я приехала из-за ключа. Я же говорю, я подумала, их могли поменять случайно. И про второй я вспомнила только сегодня утром, ну, в суматохе. И нам нужно просто поехать к Глафире Сергеевне, поменять ключи местами. И наш сейф снова будет открываться, и все останется в свои места. Что вы искали в кабинете Разлогова? Я искала ключ от сейфа. Ведь не мог же он просто так пропасть. А про второй я только сегодня утром вспомнила. А зачем вам ключ от сейфа? Как зачем, Марк Анатольевич? Если он пропал у меня из-под носа. Значит, я плохо делаю свою работу. Ну, куда он мог деться? К тому же вы из-за него так переживали. Я вообще не беспокоюсь. Ну, как же нет, когда я видела, как вы вернулись на работу тогда ночью. И что с того? Если вы так разволновались, значит, ключ это очень серьезно. Я пыталась его найти, найти я его не смогла. А про второй только сегодня утром вспомнила. Послушайте, вы лезете не в свое дело. Я никуда не лезу, Марк Анатольевич. Я просто делаю свою работу. А если вы боитесь… Я ничего не боюсь. Если вы боитесь, что я узнаю что-то, чего мне знать не следует, то это значит… Это значит, что вы не тот, кем вы прикидываетесь. А кем я прикидываюсь? Порядочным человеком. И папа был прав, вы не люди, а волки. Папа Римский вам сказал, что я не человек, а волк. Извините, Марк Анатольевич, я поеду, вы можете меня уволить в понедельник. А я вас уволю. Именно в понедельник, как вы и попросили. Значит, перепутать ключи мог только я. Да? Знаете… А ведь именно я их и перепутал. Марк Анатольевич, вам плохо? Давай я вам водички налью, Марк Анатольевич. Ничего не надо! Марк Анатольевич! Марк Анатольевич! Марк Анатольевич, вам плохо? Мне нормально. У вас есть аппарат для измерения давления? Зачем вам? Я бы измерила вам давление. Не надо. Если хотите помочь, вон там волокардину мне накапывайте лучше. Вы знаете, сердцем шутки плохи. Марк Анатольевич, вы помните тот номер Глафира Сергеевны, до которого не могла дозвониться кинолог Лена Степанова, которая собаку привезла? Дальше что? А дело в том, что это номер-то был не ее, не тот. Держите. А что значит не тот? Можно мне сесть? Садитесь. Дело в том, что не может быть такого, чтобы Глафира Сергеевна отдала собаку и не забирала ее. К тому же трубку она всегда брала, она всегда отвечала на все звонки. Именно поэтому я и уточнила номер у этой Лены. И оказалось, что это действительно номер Глафира Сергеевны, но только старый. Помните, когда она потеряла свой телефон и разлогов еще Вадима посылала за новым? Нет. Вы не помните, но я помню. Так вот, если предположить, что Глафира его не теряла, а его у нее украли, то значит… то значит что? Значит, что кинологу звонил кто-то, кому было очень важно, чтобы собаки не было на участке. И чтобы все подумали, что это именно Глафира Сергеевна позвонила. Смерть Разлогова была выгодна только одному человеку, его жене. Марк Анатольевич. Марк Анатольевич. Да у нее действительно украли телефон. Я помню, как Разлогов ругался. Я помню, как он ругался. Я все помню. Все-то она помнит. Все помнит, да? Это для вас все мелочи, а для меня вы и Разлогов, вы как… как… как боги. Слушайте, что вы несете, боги? Мы вон со своими земными делами разобраться до сих пор не можем. Разлогов умер, у меня все из рук валится, ничего поправить не могу, боги. Так я же и хочу вам помочь, Марк Анатольевич. Я как только подумала про ключи и про телефон, сразу к вам поехала. Что мы будем делать, Марк Анатольевич? Так. Я сейчас поеду к Глафире. Видеть бог, я этого не хотел, но, видимо, надо. Не знаю, как объяснить потерянный телефон, но это важно. Я вас одного не отпущу? Ларя… Я поеду с вами. Не валяйте, дурака. А как вы объясните Глафире Сергеевне, что полезли в домашний сейф Разлогова? Послушайте, вам все это вообще зачем нужно самой, а? Я давно живу одной жизнью с вами. У меня своей-то никакой нет. Вам, конечно, все равно, но это для меня самое главное. Я? Для вас самое главное? И вам наплевать на то, что я хотел украсть там из сейфа Разлогова, да? Ну, мне интересно, конечно, но… А может, это я его убил? И вам мужской голос звонил, говорил об убийстве, да? Вы не могли его убить. Почему это вы так уверены в этом? Потому что в тот день Разлогов уехал первый. Вы всегда уезжаете по очереди у меня в компьютере, в расписании, все сохранено. В тот вечер именно вы задирались на работе. А я уехал и вернулся обратно, чтобы алиби себе обеспечить. А вы к стулу непривязанный могли пропустить, а? Вам звонила ваша жена из Америки, я вас соединяла. Вы с ней говорили долго, минут сорок, а то и больше. Если бы сразу после этого вы сорвались и поехали убивать Разлогову, вы бы все равно не успели. Я с ней говорил по поводу условий развода. А в это время Разлоговы убили как раз. И документы пропали в это же самое время. Так, я пошел одеваться. Будьте готовы, пожалуйста, через пять минут. Спасибо за просмотр! Дэн, ты какую картошку будешь? Давай жареную. Тогда будем жарить картошку с грибами. Разлогов столько грибов насобирал. И я наморозила. Знаешь, я с грибами все время ходил в таких нелепиших штанах с большим количеством карманчиков. Ты просила, чтобы я кому-то позвонил, да? Вере Васильевне. А это кто? Вера Васильевна работает, у Марины Нескаровой. Тетя Оля ее очень любит. Да, ее многие любят. Она бывшая жена Разлогова. Мы не учились вместе. Ты что, получается, Разлогов тоже артист? Нет, Разлогов не артист. Они учились вместе в химико-технологическом, потом она ушла в театральный. А Вера Васильевна у нее что-то вроде… Не знаю, даже как сказать. Думработница, Дуэйни, ангел-хранителя, няньки. Все в одном лице. Так вот эта Вера Васильевна пришла сюда и рассказала совершенно страшные вещи. И я ей поверила, потому что она была убедительна. А потом я начала думать. Я начала думать и поняла, что что-то здесь не сходится. Должно быть какое-то еще объяснение. Объяснение чему? Давай по порядку. У Марины с Разлоговым есть ребенок. Ребенок родился неполноценным, потому что Разлогов ее избил якобы, когда она была беременна. И этот ребенок сейчас живет в Смоленске в интернате для таких детей. И Марина работает всю жизнь для того, чтобы его содержать. Но Разлогов все равно дает ей деньги. Понимаешь? Угу. Почему? Откупается? Ну, это, конечно, не исключено. Ну, не факт. Ну, вот для того, чтобы понять все факты, мне нужно кое-что узнать у Веры Васильевны. Угу. И первое, что мне нужно узнать, как она попала к нам на участок. Потому что если она открыла дверь ключом, это значит, что у Марины есть ключ от нашего дома. Угу. Я понял. Давай звонить. Ты тогда поговори, а я пойду погуляю. Угу. Димка! 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 Ты моя собака сладкая! Собака моя! Собака моя! Иди ко мне! Иди ко мне, мой черт твой еще! Ну, иди, иди обниматься! Иди обниматься! Ну, не обижайся! Придется посидеть сегодня. В клетке. Ну, а что, у нас Костя? Ты же съешь его, дорого не возьмешь, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, чего? Позвонил? Позвонил. И что сказали? Мужик какой-то взял, говорит, что Вера Васильевна умерла. Час назад. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте, я Варя, я работала в секретарше у Разлогова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Варя, я помню, я помню кто она, это Дэн. Дэн Старитов, журналист, джурнал «День сегодняшнего» Андрея Петровна. Извините меня, но это именно я попросила Марка Анатольевича привезти. Слушайте, Варвара, что вы несёте, что за бред, а? Дело в том, что я потеряла документы, очень важные. Можно мы посмотрим в сейфе у Разлогова? В сейфе? Если их там нет, то у нас будут проблемы. А уж не те ли, это очень важные документы, Марка Анатольевича, из-за которых вы меня ударили по голове? А как вы узнали? Ну, это же очень просто. Марк, я была дома одна, правильно? Вы это знали. Вы зашли через калитку, которая со стороны леса. Вы про неё тоже знали. Вы выключили все наши камеры, Марк. Я камеры не выключал, это точно. Камеры были... Зачем вы меня ударили, Марк? Да ещё так сильно. Вам так нужны были какие-то документы. Не какие-то документы. А очень важные для меня документы. У меня не было другого выхода. Марк Анатольевич, Глафира Сергеевна просто не поняла, что ты. Глафира Сергеевна, это вы взяли из сейфа эти чёртовы документы. Глафира Сергеевна. Я не брала. Глафира Сергеевна, это вы взяли из сейфа. Разлогов? Вы убили его. Глафира, вы убили Разлогова. Вы же обманывали его всю жизнь, врали ему всё время, изменяли ему. На глазах у всех. Только сначала выбирали начальство, а теперь что-то вот к причинённым перешли. Марк! Мельчаете, мельчаете! Марк, прекратите! Вы сейчас наговорите глупости, потом вам же будет за них стыдно! Мне? Да! Мне стыдно! За правду! Ну почему же? Почему? Вы же знали, что Разлогов любит Марину! И будет любить ее всю жизнь! Да? Что вам от него понадобилось-то? Дом вот этот? Деньги? Ну что? Заскучали вы на своей кафедре? А когда у него случилось недопонимание со своей женой, с его настоящей женой, вы вцепились в него, да так крепко, что он ахнуть не успел, как вы стали его законной супругой со всеми вытекающими отсюда последствиями и зажили чудесно, да? Да. Да. Интересно. Это вам Разлогов сказал? Нет, не сказал мне ничего он. Сам я догадался, глаза-то у меня есть, я знаю его лет сто уж, наверное. Потом нашли себе какого-то светского хлыща. Пустились во все тяжкие. Но если это вас так сильно беспокоит, то Разлогов первый начал. Он прекрасно мне объяснил о том, что у каждого из нас своя жизнь. У него своя, а у меня своя. И это как раз слова Разлогова, в отличие от того, что вы там себе с вами надумали. Все вы врете. Вам только деньги его нужны были. Ничего больше. Это вы? Убери Разлогова. Она не могла, Марк Анатольевич, я же вам говорила. Помните про телефон? Какой телефон? Какой телефон? Кинолог Лена Степанова. Кто-то ей позвонил с вашего старого телефона, представился вами и попросил забрать собаку. Этот кто-то знал, что вы собираетесь уезжать. На участке никого не будет. И так решил избавиться от собаки. Это правда, мне действительно украли телефон за два дня до смерти Разлогова. Именно украли, я не могла его потерять. Какая разница, украли его или вы его потеряли? Это большая разница, огромная просто. А зачем приехали, Марк? Опять ударить меня по голове? Мы хотели поменять ключи от сейфов в тайне от вас, чтобы вы не узнали. Какие ключи? Марк Анатольевич перепутал ключи местами, когда брал документы и сейфы. Ну, Марк Анатольевич. Да? Да. Ты звонил Сапогову? Позвони прямо сейчас, пожалуйста. Хорошо. Да, и по поводу документов, что там были за бумаги? Очень важные. Важные. Нашли? Нет-то, знаете, не нашел. Ни на работе нет, ни здесь нет. А это не просто такая бумажка. Это папка такая увесистая. Я подумал, может, вы ее взяли? Лафира Сергеевна, а? Нет, если вы говорите о праве собственности на земле под Иркутском, то нет, это была не я. И дело как раз все в этой собственности, в том, кто ее наследует. Не так ли, Марк? Лафира Сергеевна, у вас есть волокордина или капли какие-нибудь? Вам плохо? Марку плохо. Марк, вам плохо? Мне давно уже плохо. Извините, Сапогов говорит, что фотографию в номер поставил Прохоров сам лично. Ясно, зачем ему нужна была эта фотография. Варя, идите сюда. Так, нитроглицерин подойдет? Лучше волокордина. Не надо ничего, не надо. Волокордин. Спасибо. Сколько вам, Марк, полстакана? Капайте полстакана. Пожалуйста. Марк, 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 Марк. Ой, господи, мне было так тяжело. И вы еще мне чуть не доконали. Я вот сейчас сдохну от сердечного приступа, и мы будем квиты. Да. Документы где? Глафир, а? Успокойтесь, сейчас я вам расскажу про ваши драгоценные документы. Единственное, припомните, семь лет назад у Разлогова была черная машина с шофером, таким мордатым. Семь лет назад мы только поступили в Оксимер, поэтому никакой машины быть не могло. Хорошо. Я так и знала. Бедная Вера Васильевна умерла зря. Хотя, наверное, в ее случае даже хорошо. Умереть не знаю. Кто умер-то еще? Вера Васильевна, это нянька ваша драгоценная, Марина Нескоровая. Да, ее убили. Хотя, я все равно обо всем догадалась. Кстати, убили из-за денег. Из-за кучи денег. Я бы даже сказала, из-за горы денег. Месторождение в горах ведь, да, Марина? Отлично. Отличная работа. А ведь, впрочем, вы же и есть наследница-то законное? Только наследовать-то нечего. Документов-то нету. Так, 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 я что-то не понял. А что за месторождение? Какие горы, денег? Так, сейчас я вам все расскажу. Несколько лет тому назад два предприимчивых парня, Волошин и Разлогов, купили кусок земли под Иркутском. Потом оказалось, что там кварциты. И вы знаете, Маркина, я даже видела эту гору. Меня Разлогов ее показывал, когда мы летали на Байкал. А вы сразу определили, да, что месторождение этой кварцитов получше, чем Разлоговская, Оксимировская зарплата, да? Да? И подстроили убийство, чтобы все миллионы-то себе забрать и освободиться, да? Миллионы могут забрать только законные наследники. Ужасно, что вы меня так ненавидите. Да что ж вам за дело-то до моей ненависти, а? Да потому что вы меня не слышите, Марк. Я никогда не была законной супругой Разлогова. Потому что он никогда на мне не женился. Потому что он никогда, слышите, никогда не разводился с Мариной. Что вы такое говорите? Не разводился? Да. Не женился на тебе? Не женился. Вы все правильно поняли. Ну, показать паспорт? Он фактически всегда был женат на Марине. Получается, Марк, у меня нет мотива. Мотив есть только у вас и у нее. Я не убивал. Это я знаю. Что вы знаете? Откуда вы знаете? Я знаю, что вы не убивали, потому что у вас нет документов. Вся эта афера-собака, ее провернула женщина. Ты бы никогда не взял в партнера женщину. Потому что, Марк, ты жена ненавистина. Я был уверен, что документы украл убийца. То есть, ты. И я хотел найти убийцу и отомстить, то есть, вам. За разлогу. Ага. Марк, ты молодец. Ты умный мужик, Марк. А, Варь, позвоните Дремову. Так, Дремов тут при чем? Дремов здесь ни при чем. Это другая махинация, которую придумал Андрей Прохоров, кстати. С которым я изменяла разлогу, как ты здесь изящно заметил. Он украл мое кольцо, вот это с Дельфиновым. И сунул ее Олесе Святозаровой. Это очередная разлоговская подружка. А также подосла к ней фотографа и журналиста. Все должно было выглядеть так. Выходит журнал с материалом об Олесе. Прохоров делает все для того, чтобы я его увидела. Увидела и поняла, какая сволочь разлога. Потому что он отдал мое кольцо любовнице. Для верности он еще застряпал в фотошопе. Пляжную идею он и она. Морской курорт. Все красиво. Я тут же развожусь с разлогом. Потому что отношения у нас так не очень хорошие. А здесь еще такая пощечина. Он отдал мое кольцо. И оно на пальце у любовницы в журнале. Я становлюсь свободной женщиной. Прохоров тут же на мне женится. И получает приданное Варя. Журнал день сегодняшний. Разлогов, он же купил у Ратченко месяц назад. А через неделю можно вступать в права собственника. Ха. Действительно. Разлогов еще до того, как оформил документы по покупке журнала, попросил Ратченко поставить в номер материал о его новой девице. Ратченко тут же позвонил Прохорову. Прохоров тут же понял, как он может этим воспользоваться. Круто. А это Прохоров. А это Прохоров. Он подтолкивал меня для того, чтобы я ушла от Разлогова. Ну, как мог. Единственное, в чем он просчитался, в том, что я никогда не поверю в пряжное дело. Потому что Разлогов никогда-никогда не есть со своими девицами. Как все трогательно. Как трогательно. Прям. Только давайте как-то к убийству-то вернемся. А чего тут не ясно? По-моему, все очевидно. Его убила его бывшая жена. Убила. Ну, и наверняка еще документы припрятала. Как называется? Свидетельство о браке. И через полгода заявит о своих правах. Ну, наследство. И... Первосельную нет. А она могла бы выболтать. Ну, какие-то секреты. Хотя, самое главное, она уже сказала, Марк. Хорошо, хорошо. Это хорошо. Пусть так. Но кто ж тогда звонил-то и говорил, что Разлогова убили? Звонил-то мужской голос. А у нее не было мужчины-сообщника. Документы где? Кто взял? Марк, вы так и не догадались? О чем я должен был догадаться? Раз Луков жив. Володя, ты в порядке? Володя, Володя! Держись, миленький. Володя! Сейчас. Сергей Ильич, езжайте, пожалуйста. Володе плохо. Отойди. Володя, Володенька, держись. Все будет хорошо. Я буду рядом. Я буду рядом все время. Отравился феноксилом. Такой препарат используют при сложных кардиологических операциях, чтобы замедлить сердце. Володя мог выпить его за три часа до того, как ему стало плохо. Или за пять минут. Разлогов человек здоровый. Когда, как быстро препарат подействовал, и когда он его принял, с точностью сказать нельзя. То есть вы хотите сказать, что его отравили феноксилом? Его мог дать кто угодно и когда угодно? Ага. Надо. Надо сделать вид, что я умер. Надо во всем разобраться. Ты меня отравил. Сейчас я не в состоянии. Надо уехать. Володя, не сходи с ума. Тебе никуда нельзя. Значит так. Скажи всем, чтобы знали, что это ты отвезла в группу с телом на мою родину. Здесь, в Москве, документы проверять будут вряд ли. Это первое. Второе. Я позвоню на телевидение и закажу репортаж о моей смерти. Чтобы уже наверняка. А сам из Иркутска поеду за воротное к дяде. Мне надо обдумать все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это же означает, что все хорошо, да? Я так переживала, когда он умер. То есть, когда я думала, что он умер, а он не умер. Варя, 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 прекратите. Все, все, все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы не совсем понимаете, я так... Я так люблю вас обоих. И я так горжусь вами. И я так переживала, чтобы все сложилось в вашей работе. И так хотела быть вам полезной. И когда Разлогов умер, я думала, что все пропало, а он не умер. И очень нехорошо, что он не умер. И все-таки документы на землю-то где? А документы на землю забрал Разлогов. Он вполне думал, что они могут быть мотивом. Я не понимал, почему точно его хотят убить. Зачем они вам понадобились, Марк? Ну, как зачем понадобились? Я хотел их посмотреть сам, прежде чем начнется вся эта кутерьма с наследством. И потом... Я же не знал, что вы незаконная его супруга. Ну, и потом я хотел отдать их какому-нибудь нормальному юристу, вроде Писахова, который в этом деле понимает не нашему Дремову, который не смыслит в этом ничего. И, честное слово, я не хотел, чтобы эти деньги, эти миллионы к вам перешли. Да-да-да. Я считаю это несправедливым. Вы ему изменяли постоянно, обманывали его. У вас был этот Прохоров. Вообще, я думал, что это вы виновны в смерти Разлогова. Да, и... После того, как Дашка моя от меня ушла, я с тех пор... Я... Разлогов сам вам и звонил. Он же мучился там. Понимаете? Он подозревал вас, Варя, он подозревал вас, Марк, он подозревал Марину. Я думаю, что таким, ну, странным способом он пытался просто спровоцировать убийцу. Марк, вы знали, что у Разлогова есть ребенок? Ой, нет-нет-нет, подождите. Ребенка не было. В смысле, ребенок был, он должен был родиться, но он не родился, он умер. Именно поэтому Разлогов окончательно ушел от Марины. Вера Васильевна сказала, что ребенок жив, и что он ненормальный. Знаете, почему Разлогов избил Марину, когда она была беременна? Ай, слушай. Да-да-да, он категорически не хотел детей, именно поэтому он от нее ушел. А ребенок родился, было все это семь лет назад, и сейчас он живет в интернате для неполноценных детей в Смоленске. Марина тут постоянно ездит. Да послушайте, Глаша, этого не может быть. Вы понимаете, что Разлогов хотел этого ребенка. И он любил Марину, он не мог ее избивать. Просто не мог ее избивать, и все. А почему вы так уверены? Да потому, что он не мог ее избивать, и все. Я прекрасно помню, как это было все, как он переживал. Какой-то ужас был, кошмар. Я же представить себе не мог, чтобы взрослый, нормальный, адекватный, адекватный мужик может так переживать от любви. Он чуть тогда не умер. Да-да-да. От любви? Да не от любви, от того, что Марина ему изменила. Я ему говорил, ну подожди ты, ну все еще как-то может быть образуется. Нет, говорит, я или верю, или не верю. Я или люблю, или не люблю. Иначе что он не может, вы же знаете. Да, я знаю. Глафера, а в доме есть интернет? Да, в кабинете. Там? Да-да. А потом у нее этот роман с этим известным режиссером, фамилия его не помню. С Красавиным. Ну, наверное, с Красавиным. Вы-то откуда знаете? Я была у него. Я была у него случайно совершенно, и видела фотографию. Эти фотографии понятно все, и про Красавину, и про Марину. Вот у них все и разладилось тогда. Ну, я понимаю, что Разлогов, конечно, тяжелый человек. Но он не станет бить женщин, тем более беременным. Вы что, не понимаете? Марк, я все понимаю, но давайте предположим, что ребенок был, что ребенок был действительно неполноценным. Тогда Разлогов мог давать деньги Марине только в одном единственном случае. В одном единственном, если он чувствует себя виноватым. А почему он чувствует себя виноватым? Я не знаю. И я не знаю. И я не знаю. И почему она ездит в Смоленск? Ну, ты ж не знаю, зачем она туда ездит, но никакого интерната для детей-инвалидов в Смоленске нет. Ага. Ну что, куда вас везти-то? Где вы живете? В Новопеределкино. Жалко вас туда везти. Это полжизни займет. Может, ко мне кофе пить? Или отдохнете нормально, выспитесь у меня? Марк Анатольевич, я не знаю. Что не знаю? Да или нет? Проходите. Я закрою. Варя, я прошу прощения. Я пригласил вас, чтобы сказать… Давайте я вам заварю чай с мятой. Мята очень успокаивает. У вас есть мята? Чего? А, мята. Наверное, есть. Не знаю, при чем здесь мята. Варя, я… Правда, я хотел вам сказать… У вас такая красивая квартира, Марк Анатольевич. Варя, наверное, зря я вас сюда пригласил. Давайте-ка сейчас мы чаю попьем, и я вас лучше домой отвезу. Да я же вам и не навязываюсь, Марк Анатольевич. Да я не в том смысле-то. В каком? Ну, вот у меня друг умер, как мне казалось. Документы у меня пропали, очень важные. Я был в этом уверен. От меня жена ушла. Почему она от вас ушла? Да вы не успокойтесь так, Марк Анатольевич. Я сейчас чай поставлю и уеду. Варя… Ну, ведь вы понимаете, что между нами ничего может быть. Марк Анатольевич, вы говорите за себя, пожалуйста. Варя… Я не думала, что вы трусь. Что вы себе позволяете? Если вы считаете, что из-за того, что мы целый день привели вместе, вы мне нравитесь, пропустите меня. Вы прямо сейчас хотите уехать, да? Немедленно, с южа секунды я хочу уехать. Варя, подождите. Где моё пальто? Варя, ну, послушайте. Куда вы в деле? Послушайте, я… Можно мне, пожалуйста, моё пальто? Не трогайте меня. Опа. Ну, останетесь, прошу вас. Да что ж это наказание такое? Варя… Что мы с вами делаем, Варя? Я не знаю, но вы всё не так поняли, Марк Анатольевич. Ты, оказывается, гораздо умнее, чем я думала. Браво. Там всё-таки у Разлогова есть вкус. Зачем? Что зачем? Просто зачем? Боюсь, вам этого не понять, Глафер Сергеевна. Ну, вы любили его хотя бы когда-нибудь? Да. Очень. А Вера Васильевна? Лес рубишь, щепки летят. Страшная у вас любовь, Марина. Ну, какая уж есть. Каждому своё. Кому-то быть женой Разлогова, а кому-то не быть никогда. Мне кажется, что роль хозяйки Медной горы мне больше подходит. Вы проиграли, Глафер Сергеевна. Я не понимаю. Я искренне не понимаю, как он мог жениться на вас. О, вам не надо понимать. Всё закончилось. Его уже нет, всё. Мы свободны, его нет. Вы свободны, я свободна. Вы, может быть, и свободны. И я, может быть, свободна. Но, Вера Васильевна, вы уже не вернёте. Нужна вам такая свобода? А ты не боишься, что ты сейчас отсюда не уйдешь? Дверь закрыта. И потом сяду в машину, доеду до аэропорта, меня никто не найдёт. Давайте чай пить. Вы знаете, чай с вами, Марина, я боюсь, что слишком опасно для жизни. Я воздержусь. А Красавин думает о вас всё ещё хорошо. Отзывается. Знаете, с теплотой, с любовью. Я бы даже сказала, с излишней любовью. Вы и с ним встречались? Что вас удивляет, Марина? Мы все живём в одном городе. Вы знаете, что самое забавнее? Если вы так любили Разлогова, зачем вы устраивали весь этот спектакль? Зачем вы крутили роман с Красавиным? Зачем вы говорили, что он вас бил, бил вас с беременную? Ой, всё не так примитивно, как вы думаете? Вы вообще любили когда-нибудь? Сильно. До крови любили. Когда любовь уже не любовь, а война. Большой звезды, большая гордость. Со мной нельзя было так. Почитайте Достоевского, кстати. У него об этом всё хорошо написано. Прогожин убил Настасью Филипповну. Я убила своего мужа. Которого любила? Верочку. Верочку, которая была мне как мать родная. Я её убила тоже. Вот что странно, даже может быть страшно, что я ничего не чувствую. Никакого раскаяния. Глухо. Это не страшно. Страшно то, что вы не убили Разлогова. Он жив. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей, Андрей, здравствуй, дорогой. Глаша, привет. Как ты меня нашёл? Ехал за тобой. Да это неважно. Зачем? Глаша, у меня к тебе серьёзный разговор. О чём? О том, как ты пытался оттяпать журнал? Что? Как Олеся. Глаша, это всё неважно. Это неважно, Андрей, это правда. Это так неважно. Кстати, я горжусь твоей отличной фотомонтаж. Прекрасная работа. Если тебе так интересен журнал, сейчас Разлогов прилетит. Ты с ним поговори. Глаша, я понимаю, тебе сейчас трудно, ты столько всего пережила, но послушай со мной, что ты несёшь. Какой Разлогов? Откуда он приедет? Глаша? Оттуда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай-ка вот здесь, останови. Так, что-то написано. Дэн, я не вижу. Муниципальная, образовательная. А, детский дом номер два. Вот видишь, все правильно приехали. Ну, идём? Ты знаешь, что-то… Что-то у меня ноги не идут. Видимо, затекли. Сейчас я… Осталось совсем чуть-чуть. Не трусь. Дэн, я боюсь. Слушай, а давай ты сходишь, и я тебя подожду. Нет, не надо бояться. Идём убить. Ладно, сейчас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, открыто. СТОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ух ты! Здрасте. Привет. Здрасте. Татьяна Павловна сказала, а то он уж больно пыльный. А вы к нам? К вам. А вы из журнала? Из Москвы? А у нас в прошлом году Маша Галкина была. А кто это Маша Галкина? Маша Галкина наша выпускница. Она тоже в журнале работает. Она раньше в университете училась. Я вам сейчас ее фотографию покажу. Она у нас там, где наши лучшие выпускники. У нас уборка сегодня. Убираться будем. Вы уж извините, у нас график. Вы обедать будете? Нет. Тебя как зовут? Меня Лена зовут. Лена. У меня Глафера. Это Денис. Лена, а ты знаешь Володю Савушкина? Вовку? Конечно знаю. Мальчик как мальчик. Обыкновенный хороший. У нас все мальчики хорошие. А те, которые плохие, те хотят быть хорошими. Наталья Лена Тадоровна. Наталья Лена Тадоровна, вот эти из Москвы приехали к нам, как Маша. Как Маша Галкина. Не кричи, Лена. Тебе только в опере петь. Здравствуйте. Здрасте. Я Глафера Разлогова. Я вам звонила. Это Денис. Я поняла. Ну что, пойдем ко мне в кабинет или дом хотите посмотреть? Наталья Лена Тадоровна, давайте им сначала дом покажем. Я ей Машу Галкину обещала. И поделки из кожи, которые Наталья Павловна делает. Ну мы же их всегда показываем. Ты моя тараторка. Обязательно покажем. А сейчас нам надо поговорить. Да? Да. Да. Ой, они еще про Вовку Савушкину спрашивали. Это я спрашивала, простите. Леночка, пойди к Наталье Павловне и скажи ей, что мне нужен альбом прошлогодний, который мы к выпускному оформляли. Почему-то я его не нашла. Поищите вместе, ладно? Хорошо, Наталья Тадоровна. Давай. Беги. Прошу. Пойдем. Спасибо. Я хочу вас предупредить. Нужно быть очень осторожным. Это ведь не просто дом, это детский дом. И здесь брошенные дети, которые об этом знают. И хотя ваш еще очень маленький. Ну, 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 ну. Если вы не будете держать себя в руках, так может быть я вам просто фотографию покажу? Нет, я, я смогу. Я, да, я смогу. Ну, вот и хорошо. Тогда пойдем. Они только что вернулись с прогулки. Вы московские журналисты. Приехали посмотреть наш дом. А я вам его показываю. Да, хорошо, мы поняли. Вот. Это детская. Это наша первая семья. У нас никаких групп, у нас только семьи. СМЕХ Да ладно. Так, я тебе говорю. Это точно я тебе говорю? У Варьки на этот счет вообще целая теория есть. Марк, ты в институте учился? Да. Что-то не похоже. Так вот, для необразованных это называется вероятностный процесс. То есть случайный. Все. Ну, не знаю. Это называется естественный отбор. То есть побеждает сильнейший. Вот как это называется. Я это знаю. Но в твоем варианте что это значит? Это значит, что будет мальчик. Варька уже мне полгода эту теорию объясняет. Я с ней согласен. Смотри, побеждает сильнейший. Так? Так. Вот. А сильнейший это тот, кто в семье более защищен. Ну, более, так сказать, себя уверенно чувствует стабильно. У нас с Варварой может быть только девочка. Понимаешь? А твоя смотри. Виснет на тебе, не отходит от тебя. Так что только мальчик. Разломов только мальчик. Смотри на тебя, Марк. Вроде нормальный ты мужик. Пронесешь какой-то бред. Я несу радость людям, старик. Ну, как он, привыкает? Да, привыкает потихоньку. В субботу поехали о лошадей смотреть. Так значит, что он сделал? Разрыдался и плакал три часа. Увидел, что жеребята живут в отдельном загоне. И подумал, что это лошадиный детский дом. Еле-еле успокоили. А про мать спрашивает? Марк, Глаша для него мать. Все, и давай ей больше не будем к этому возвращаться. Двигаемся только вперед. А ты не думал, что она может... Думал. Сто раз думал. Мы с Мариной заключили соглашение. Я не пытаюсь ее посадить, а она не пытается испортить меня жизнь. Живет в своем Иркутске, играет в своем театре. Я это могу проконтролировать. Все. Я хочу пожить своей жизнью. Я что-то устал. Жить какой-то чужой. Жизнь. Я думал, что Марина для тебя главное. Представляешь? Ну, я вообще ваши отношения понять не могу. Что это? У тебя баба, у нее мужики. Я был-то только один. И то после того, как я ее послал. Да-да. И она пошла туда искать мужчину своей мечты. Угу. Я вообще после Марины. Перестал всем доверять. Даже Глаша. Все думал, что она со мной играет. Вообще все оказалось наоборот. Настоящее. Не театральное, понимаешь? Только зря потратил время. Дурак ты. Да нет, Марк. Не дурак я. Просто подумал, что если я в свою душу не буду кого-то пускать, все исправится и наладится. Все наладилось. Все благодаря Глаше. Потому что я ее люблю. Папа! Давай свой рюкзак. Здорово! Здорово! Мы сейчас поедем к маме. В больницу. Ой, папа, давай не поедем. Почему? Мама же нас ждет и нам должны сказать, кто у нас родится, мальчик или девочка. А может, жеребенок? Он такие волшебные! Нет. У людей рождаются мальчики. Ну или девочки. А жеребят рождаются у лошадей. У тебя родится братик, а с лошадями будешь играть к соседям ходить. Понял? А может, все-таки сестра? У тебя родится братик. Ладно, будем слушать дядю Марка. Пойдем. Раз, прыгай. Мама! 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 Привет! Мама! 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 Ну, привет! Мы видели, сегодня уже съезжала. Ну, вот так оно все время. Пойдем. Мальчик будет, мальчик. Ну, посмотрите, сколько жеребят. Проходите. Здравствуйте. Аккуратненько ложитесь. Это всего лишь ультразвук. Посмотрите, какая красота. Замечательный ребенок. Скажите, а это мальчик? Сейчас. Секундочку. Нет, это девочка. Ты ни с каким мальчиком не перепутаешь. Красивая. И родить его легко. На одном дыхании. Разurequele счет. Да, я такжеJinелесим. Полистолет надпий GRAM. Эккуратненькая. Эккуратненький, Субтитры создавал DimaTorzok